А в каком веке она дает? Четвертый век до нашей эры. В нашей эры это уже значит 25 веков как минимум? 25 веков ей, да, именно. Возраст экспоната выдают разве что рисунки. На вазе изображены древнегреческие боги. Афродита, ее сын Эра, царь Эномай и другие персонажи. В центре сюжета – жертвоприношение. Такой кратер две с половиной тысячи лет назад использовали в качестве надгробного памятника. Поэтому лицевую сторону украшали сценами из мифов, оборотную – изображением умершего. И другая роль, которая отводилась вазам такого типа – это использование на пирах. В них наливали вино, разводили водой, потому что греки считали, что только варвары могут пить чистое вино. Внутри сосуд не покрыт лаком. Все изделия выполнены из глины. Весит около 100 килограммов. В таком же виде вазу и нашли в Южной Италии. В государственный Эрмитаж она попала из частной коллекции графини Шуваловой. В Приморскую картину и галерею привезли совсем недавно. Во Владивостоке выставка одного шедевра продлится до конца сентября. Эрмитажное собрание южно-италийских ваз составляет около тысячи экземпляров. Часть из них поступила в XIX веке. Было два таких закупа очень больших у крупнейших коллекционеров этих ваз. А еще часть ваз попала уже после революции. Сохранность кратера впечатляет сосуду несколько тысяч лет, а он еще может простоять не одно столетие. Когда-то от разрушения его спас пепел Везувия, спрятав на долгие годы. А сейчас продлить жизнь помогают музейные работники. При этом увидеть гордость коллекции античных ваз может любой желающий. Валерий Белоус, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.